Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем с вами готовить очень известный, при этом очень простой в приготовлении десерт Крем-брелье. Это нежнейший заварной крем с хрустящей карамелизованной корочкой Готовится очень просто, при этом потрясающее сочетание текстур и вкусов И вам не придется потратить на него много времени и не понадобятся никакие сложные продукты Итак, давайте сразу начнем готовить Нам понадобятся жирные сливки от 30% жирности Нагреваем их до горячего состояния, не кипятим, а просто до первых пузырьков Если готовите с натуральной ванилью, то сначала с ванилью их прогрейте и оставьте на 15 минут постоять Далее добавляем к желткам сахар и все аккуратно и очень хорошо тщательно перемешиваем Но именно не взбиваем, а перетираем сахар с желтками Потому что если будете взбивать, то получится много лишних пузырьков Если вы делали с натуральной ванилью, то процедите ее и снова доводите сливки до кипения Я буду использовать ванильный сахар, поэтому я буду греть сливки всего один раз Продолжаю растирать желтки и добавляю к ним ванильный сахар Видите, они у меня немножко посветлели И теперь снова все перетираю до однородного состояния Тем временем сливки у меня греются до горячего состояния, до первых пузырьков После того, как сливки достигли нужной температуры, очень активно перемешивая, вливаем их аккуратно к желткам Повторюсь, перемешиваем очень активно, для того, чтобы желтки не успели завариться И добавляем сливки порциями В итоге, когда вольем все сливки, нам нужно будет всю массу хорошо очень промешать Для того, чтобы не осталось никаких комочков, чтобы все было однородным При этом, видите, на поверхности образуется такая обильная достаточно пена Я ее процеживаю через сито Также можете дать просто 2 минуты нашей вот этой заготовки постоять И тогда пену легко можно будет снять ложкой сверху Но я все процеживаю в емкости, с которой мне удобно будет заливать формочки Это либо графинчик, либо что-то с носиком, чтобы вам было действительно удобно их заполнять У меня будет 4 формочки Формочки используйте небольшие, поскольку десерт имеет высокую жирность И он очень-очень сытный Ставим формочки в противень побольше И распределяем всю массу, чтобы во всех формочках было одинаковое количество А сам противень заполняем крутым кипятком Только единственное, ни в коем случае не попадите в формочки И формочки должны быть кипятком покрыты снаружи примерно на 2 трети своей высоты Прогреваем духовку до 165 градусов и отправляем на 25 минут После выпекания у десерта должна остаться трясущаяся серединка Это правильно, это нормально И убираем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь, на стабилизацию Вот так вот все в итоге застывает Я покрываю примерно половиной столовой ложки сахара Люблю использовать тростниковый сахар, он менее сладкий, если использовать тростниковый нерафинированный И с ним получается более симпатичная корочка Распределяем сахар так, чтобы он покрывал всю поверхность И лишний сахар можно стряхнуть Потому что вот я положила целую ложку сахара, этого будет много Лишний сахар я потом просто стряхну Так поступаем со всеми четырьмя формочками И после этого обжигаем их газовой горелкой Если у вас нет кондитерской горелки То можете пойти в любой туристический либо спортивный магазин И купить туристическую горелку Она стоит гораздо дешевле, чем кондитерская А суть у нее та же Вот так выглядит обожженное пирожное И отправляем в холодильник примерно на 10 минут Для того, чтобы корочка хорошо схватилась И все, можно все подавать Прекрасное, очень необычное пирожное Очень вкусно, нежно Гладкая текстура заварного крема в сочетании с хрустящей корочкой Это просто потрясающе Обязательно советую вам попробовать Я очень часто готовлю крем-брюле, когда у меня остаются желтки от меренговых рулетов Поэтому пробуйте, готовьте, наслаждайтесь Обязательно подписывайтесь на мой канал И спасибо за внимание До свидания